Мир вам, братья и сестры! Мы помолимся. Отец наш Небесный, Господь наш, мы благодарны за утро, которое ты нам Господи дал. И мы вновь сегодня поднимаем наши взоры, Господи, вверх. Мы вновь поднимаем наши взоры на голову, где за нас умирал наш Спаситель. Мы благодарны, Господь, за этот удивительный путь спасения. И ты не оставил грешника погибать, но Господь дал нам Спасителя. Поэтому сегодня помоги на этом служении, слушая Слово, проверять, Господи, свои сердца, тоже их скрытывать, в каких отношениях, Господи, мы с Тобою и с людьми. Мы просим, Господи, Твое благословение на весь ход служения. Благослови хору, воскрывающий Тебе славу, проповедникам, которые будут передавать Твое Слово. На Тебя мы уповаем, наш вечный Бог, Отец и Святой. Аминь. Номер 426. На далеком холме старый крест виден мне. На далеком холме старый крест виден мне. Знам позора страданий и руку. Аминь. На далеком холме. На далеком холме. На далеком холме. ПЕСНЯ 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 Святая, раздавляла тьму, В небесах спожу я все в небо дорогах, Вечно даже стоя я пребуду там. В этом мире все имеет свою цену, Но также есть и вещи, которые невозможно купить за деньги, Или невозможно приобрести ни за что материальное. Но однако же люди пытаются обрести кое-что, И за деньги, то что не приобретается, Допустим, красоту, вечную молодость, Люди желают как-то продлить свою жизнь, И более того, даже в истории человечества были попытки Как-то купить себе место или пропуск на небеса, Но мы знаем, что это невозможно. Люди готовы платить за эти вещи, за то, что очень ценно. И Библия открывает нам то, что одна человеческая душа ценнее всего материального. Абсолютно ценнее всего. И почему это так? Некоторые ответы мы можем сегодня упомянуть. И один из первых ответов, почему же человеческая душа так ценна, Потому что ее создал Бог. Бытие 2 глава 7 стих, там сказано ясно о том, Что создал Господь Бог человека из праха земного, И вдунул в его лицо дыхание жизни, И стал человек душою живою. Мы знаем, что все, что делает Бог, Все, что создает Бог, Оно прекрасно, идеально, И оно весьма хорошо. И более того, все, что создает Бог, Оно ценно в его глазах. Порой люди не могут синить по достоинству то, Что соделал Бог. Но на самом деле, самое ценное, что есть, Вообще существует, Это сам Бог и то, что Бог создал. И мы должны понимать, Что каждый житель этой земли, Его происхождение именно от Бога. Бог создал, Бог создатель, Он сотворил человека. Он сделал, чтобы человек стал душою живою. И всякий живущий здесь на земле должен понимать, Что он ценен пред Богом. Он создан по образу и подобию Божьему. Почему человеческая душа ценнее всего материального? Потому что ее создал Бог. Но, однако же, мы можем заметить, Что не только поэтому она ценна. Библия открывает, что человеческая душа, Она вечная. Мы знаем, что все то, что более надежное, Оно служит немножко подольше. Мы желаем, чтобы купить мобильный телефон, И он прослужил вам как можно дольше. Машина. Мы тоже желаем, чтобы как можно прочнее была. Любая вещь, она определяет ее качество, Ее долговечность такая. Бог создал человека и человеческую душу вечной. Мы знаем, что тело временное, 70 лет, При большей крепости 80. Но душа, дух человека, они вечны. То есть они имеют начало, Бог создал, Но они не имеют уже конца. Человеческий разум до конца вместить этого не может. Однако же некоторые люди относятся к своей душе Настолько халатно и беспечно, Что они проживают свою жизнь, Не заботясь о своей душе. Они больше заботятся о теле, Хотя тело, оно дано на 70-80 лет, Не больше может крепости. Поэтому Бог направляет наше внимание На ценность человеческой души. И третья причина, Почему же человеческая душа так ценна пред Богом, И мы остановимся более подробно на этой причине, Это причина, потому что Бог отдал в жертву Сына Своего, Чтобы искупить человеческие души. Это также огромнейшая причина, Почему наши души настолько ценны. Иван, Леонид Матфея, 16 лава, 26 стих. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, А душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Мы начнем с последнего, со второго вопроса. А какой же выкуп даст человек за душу свою? Человек не может дать выкупа за душу свою. В Салон 48, там также 8-9 стихи, Говорится о том, что человек не может искупить другого человека. То есть, это невозможно. Человек не может искупить свою душу. Человек не может внести достойную плату. Или здесь говорится о том, что по пользе. Первый вопрос. Какая же польза человеку, если он приобретет абсолютно весь мир? Но при всем этом, из-за этого он повредит своей душе. Абсолютно никакой пользы. Если на чашу весов поставить все материальное, всего мира и одну человеческую душу, то человеческая душа намного ценнее. Так ли сегодня мыслим мы? Каждый ли присутствующий здесь осознает, что настолько цена человеческая душа? Лично каждый присутствующий здесь. Когда человек что-то приобретает, он может сказать, «Я дорого купил это». Но кто-то может послушать и подумает, или скажет, «Ну, это совсем недорого». Может, для кого-то это недорого. И порою то, что для нас очень является дорогой ценой, где-то мы заплатили за что-то, какому-то богатому человеку это не составляет вообще никакой проблемы заплатить этих денег. А теперь давайте подумаем. Бог, Он самый богатый. Он обладает всем. И Он говорит о том, что Он дорого заплатил. Тогда насколько это большая цена, если для Бога это дорого? Если для Бога ценен человек? В Библии сказано, что вы куплены дорогою ценою. И это сказал Бог, что эта цена дорогая. Бог отдал единородного Сына Своего. Почему необходимо было искупление? Потому что Библия открывает, что грешник продан греху. Он обречен на смерть. Его ожидает вечное мучение. Но Христос Своей смертью внес достойную плату для нашего освобождения. Это подобно как тому, если бы кто-то попал в рабство и требовался бы огромный выгуб, который никто не мог заплатить. И вот нашелся Тот, Который внес плату, Которая была не по силам никому другому. Мы искуплены. И несколько текстов Писания мне бы хотелось открыть вместе с вами и зачитать, отчего же мы искуплены Господом, отчего мы освобождены. Первое послание Петра, 1 глава, 18 стих. Здесь сказано о том, что мы искуплены от суетной жизни и рабства греха. Мы прочитаем 18-19 стихи. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Мы об этом знаем, мы должны помнить. Сегодня особенный день, когда мы вспоминаем, вот как мы искуплены, кто нас искупил, какая цена искупления. И мы знаем, что, конечно же, не золотом, не серебром, которого у нас и нет. И мы не могли бы, даже если бы было, мы бы не могли искупить сами себя от суетной жизни и никто другой из людей. Но мы читаем о том, что только непорочный и чистый агнец Божий, Христос Свою кровью искупил нас. Он внес эту плату за наш грех. Более того, Библия открывает, что эта плата была внесена Богу. Хотя мы проданы были греху, но плата была внесена самому Богу, Отцу. Следующий текст Писания говорит о том, что мы искуплены от клятвы закона, от проклятия или от наказания, которое нас ожидало вечной смерти. Это послание Галатам, 3 глава, 13 стих. Галатам, 3 глава, 13 стих. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано, проклят всяк, висящий на деревьях. Мы заслуживали проклятия, наказания, нас ожидала вечная погибель. За ту греховность, унаследованную нашу личную греховность, мы были под проклятием и наказанием. Но Христос искупил, Он искупил нас именно от этой клятвы, Он освободил нас от этой ужасной участи. Библия открывает нам и другие тексты, мы только еще несколько откроем. Колоссяна, 1 глава, 13 и 14 стихи. Здесь говорится о том, что Бог искупил нас и освободил от власти тьмы, и сатаны. Это послание Колоссяна, 1 глава, 13 и 14 стихи. Избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов. До этого стиха. В действительности можно было бы еще открывать много текстов Писания, где сказано о том, что мы искуплены. Но смысл остается один. Сами бы мы никогда не способны были этого совершить. И Бог совершил это. Возможно, здесь присутствует тот человек, который еще понимает, что он не обратился к Богу, его грехи не прощены. То Священное Писание напоминает о том, что Христос искупил всех людей. И каждый, который с верою приходит и покаянием к Богу, который обращается к Богу, он получает прощение грехов и искупления. И жертва Христа становится действенной благодаря вере человека. 1 Тимофея, 2 глава, 5 и 6 стихи сказано так. Это текст Писания, который подтверждает о том, что искупление совершено ради всех людей, для всех людей. И оно может стать действенным для каждого человека. 1 Тимофея, 2 глава, 5 и 6 стихи. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, передавший себя для искупления всех». Ясно? Кратко? И отпадают вопросы, только ли за избранных, особенных их лифтарь. Всем ли доступна Божья благодать? Все ли могут принять? Все могут. Ради всех Христос страдал. Но действенной жертвой Христа становится только исключительно для тех, которые откликаются на Божий призыв и верою принимают в Христа. Поэтому хотелось бы обратиться к тем душам, которые понимают, что они еще не искуплены, не искуплены, не прощены. Самое важное в жизни – позаботиться о своей душе, позаботиться о вечности. Человеческая душа очень ценна. Она ценна в Божьих глазах. Пусть она будет ценна и в ваших глазах. Искупление. Ничто в мире не может дать освобождение на грехах. Ничто и никто не может нам помочь освободиться от нашей греховности. Мы просто бессильны. И только Христос, только Христос, Он внес эту плату достойную. И Он готов простить всякого, приходящего к Нему. А нам, которые уже уверовали, обратились к Богу, которые понимают, что мы искуплены Его кровью. Хотелось бы в заключении текста Священного Писания прочитать, который должен побудить нас в молитве. В молитве благодарности, к жизни благодарности для Господа. Это первое послание Коринфянам, 6 глава, 20 стих. Ибо вы куплены даровой ценой. Об этом мы сегодня говорили. И вот применение, вывод, призыв. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Давайте в молитвах обратимся к Богу. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за сегодняшний день, который мы собрались для того, чтобы прославлять Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь наш Иисус Христос, за дело спасения, за искупление, которое Ты совершил для всех людей. Мы благодарны Тебе, Господь, за ту дорогую цену, которую Ты заплатил, Ты отдал жизнь свою для нашего искупления. Мы благодарны Тебе за то, что Ты даруешь и сегодня возможность каждому приходящему к Тебе получать прощение и дать жизнь вечно. Помоги, Господь, нам в нашей жизни постоянно благодарить Тебя, благодарить Тебя и в молитвах наших, и всей нашей жизнью прославлять имя Твое, потому что мы куплены добрую ценой. И мы желаем, Господь, принадлежа Тебе, жить свято, и чтобы наша жизнь была светом для окружающих людей, чтобы она приносила славу для Тебя, живого, истинного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. 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 Виталий и слез, Тебе, Спаситель, я пою. Только в Боге, только в Боге, Виталий и его сроком. Только в Боге, только в Боге, Виталий и его сроком. Виталий и слез, Тебе, Спаситель, я пою. Ее ничем не заслужить, Я прошу, прости меня И научить Тебя любить. Виталий и слез, Тебе, Спаситель, я пою. 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 Стояло дерево креста, И кровь на нем струилась, Ало. Стояла мать, замкнув уста, Там люди сына распинали. Застыла кровь над древетом, Сгустили сумрачные тени, И крест впитал Ту боль и стон, Как стыд грядущих поколений. И он запомнил навсегда Тупых гвоздей, Плодь рвущих жала. И не забыл крест, что тогда Там Бога человечество распяло. Дождями, ливнями омыт Хранит тот крест страданий звуки. Угором вечным и немым Над миром стал, раскинув руки. Аминь. Пойдем с тобой по Долоросам, Где виден лик Христа Святой. Когда душа, помилуй, просит, А он идет, А он идет, А он идет, дорогой той за нас с тобой. Нам слышен шум толпы и крики, удар плевок, а он молчал. И слышен стоп в рыданиях тихих, наш крест был на его плечах. А он прощал, а он прощал, а он прощал, и лишь ковцу за нас взывал. А он прощал, а он прощал, а он прощал, и лишь ковцу за нас взывал. Очень прости меня, ибо не ведают, что творят Распять его толпа кричала А женщин тихий слышит плач Затем слова Христа звучали Для тех, кто воврем был объят Дочки усилийские, не плачьте мне Поплачьте себе, и дети ваши Вокруг него толпа народа В глазах лишь горько злобый яд А его силы на исходе И боль в глазах И боль в глазах И боль в глазах И боль в глазах И он упал Субтитры создавал DimaTorzok О, мой Господь Ведь за меня ты А до народа Шел тогда Но грешник я И жду расклады Нести тот крест Вместо тебя Вместо тебя Но ты, любовь Но ты, любовь Но ты, любовь Свою явил ко мне Тогда Пройдя тот путь Пройдя тот путь Пройдя тот путь По Болороса До креста За меня Слава Богу Я вижу Голгофу На ней Иисуса Мессию Страдальца За грешных людей Перед ним Повстираясь К нему я стремлюся Душою И сердце И мыслью своей Я вижу Как подняли крест Над землею Как тело Христова Полисло без сил Из рани Порогом Скорбит он душою От тех Кто его Ко Христу Пригвоздил Лицо исхудало Кровно ланитах Уста Побледнели На теле Рубцы Ясные Очи Слезами Залиты Святое Челов Из колонии Шипы Я вижу Как тяжко Спаситель Страдает Как муки Он терпит Сомкнувши Уста Как кров По рукам И ногам Истекает И падает Каплями В пыль У креста И в каплях Кровитой Безвинной Пречистой Я вижу Начало Потока В любви Он путь Открывает К небесной Отчизне Кто Примет Его Сможет В радость Войти Аминь Грех победить О желаешь ли ты Есть сила в крови В крови Христа Мы будем петь Номер 443 Сердцем свободу Христову Уходи И силам Его Крови Сила Божья Чудо Творная Крови Христа Сила Божья Чудо Творная В рамках Целой Крови Христа Хочешь ли Гордость И Страсть Уверх И Сила В крови В крови Христа Может Христос Крестой Грех Уловить И Сила Его В крови Сила Божья Чудо Творная Крови Христа Сила Божья Чудо Творная Кровь Божья Чудотворная в крови Христа. Сила Божья, чудотворная в грабоценной крови Христа. Господу хочешь неверно служить, И сила крови Христа. Жизнь устан, Иисусом творишь, И сила в Его крови. Сила Божья, чудотворная в грабоценной крови Христа. 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 Это все для того, чтобы изменить нас, сделать новыми. Это все, чтобы наполнить нас надеждой на жизнь вечную. Мы сегодня участвуем в вечере Господней. И скажите, кто не переживает, кто не волнуется? Если мы уже перестали терпетать перед тем, когда мы участвуем в вечере, и с предыдущим готовиться, друзья дорогие, то мы теряем понимание смысла Евангелия. Евангелие – это добрая весть. Во Христе мы спасены. Но на нас наложена большая ответственность. Мы дети Божьи. И как дети Божьи от нас ожидают, Господь ожидает новой жизни. То, что мы читаем каждый раз, я прочитаю. И сегодня мы подойдем к тому, чтобы проверить по свободному три момента нашей жизни. Давайте сначала прочитаем 1 Коринфянам 11 глава. Мы прочитаем 26 стиха. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господнем возвещаете, доколе он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сей и пьете чашу сей и пьете чашу сей и пьете чашу сей. И Бог, кто есть вверх негастойно, тот есть и пьет в осуждение себе, не рассуждая о потере Господнем. А то многие из нас немощны и больны, и немало умирали. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть посужденными с миром». Братья и сестры, я уверен, что мы эти слова знаем, что мы их на память знаем. И в этом повествовании об ответственности для нас сегодня очень важно, во-первых, 26 стих. Что происходит? Мы с вами, участвуя в вечере Господней, мы возвещаем. Мы возвещаем, друзья дорогие. Для возвещения есть разные способы. У нас микрофоны, усилители. Я могу, проповедуя, знать, что сейчас и в том здании, там тоже есть динамики, там слышно. Друзья дорогие, но мы с вами, став детьми Божьими, мы возвещаем то, что произошло на Голгофе. Сегодня мы слышали и стиротворение, и пение, что произошло на Голгофе. На Голгофе произошло то, что разум не вмещает. Всякий раз, когда я читаю и пытаюсь понять ту ситуацию, которая там происходила, мой разум не вмещает. Сын Божий. Во плоти Сын человеческий, но имея Дух Святой, Дух Божий, разум не может понять совместимость вот этого. Христос говорил, я и Отец одно. Но Отец-то плоти и крови не имеет. Он взял плоти и кровь нашу, чтобы стать близко и чтобы стать анцем. И мы говорили уже, что на кресте умирал не Бог, на кресте умирал Сын человеческий, абсолютно безгрешный, не имеющий ни в себе, ни на себе греха. Умирал Ахнец Божий. Ахнец всегда должен был быть чистым. Это еще в книге «Исходный вид» мы читаем. Умирал Сын человеческий. И Отец Небесный в момент, когда грех был возложен, расстаривал его. На кресте умирал с нашими грехами Сын человеческий. Друзья, есть много вещей в Писании и в нашей жизни, которые мы ни логикой понять не можем, которые мы принимаем только верою. Так написано. Мы верим. Потом мы узнаем наши глаза, наш плоской разум настолько ограничен, что он не может понимать даже того, что произошло в Иссимании, того, что произошло в Новгофе. А еще вовремя того, что в раю произошло, есть очень много в Библии того, чего я еще не понимаю. И чем больше я вникаю, чем глубже, тем больше я содрогаюсь в мысли, как мало я еще понимаю. Но сегодня мы делаем понятную вещь. Мы участвуем в вечере. Мы возвещаем. Мы возвещаем, что на кресте была пролита кровь. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. Ключевой, золотой стих этого послания. Он грехи. Это страшное слово. Грехи наши. Сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Это непонятно. Ни плоскому разуму, ни плоскому пониманию, представлению. Висит Сын Божий на кресте. И ранами Его мы исцелились. Но это факт. И это мы возвещаем сегодня. Мы возвещаем, раз мы исцелились. Мы люди новые. У нас новая природа. Да, наша ветхая природа с нами. Она каждый день, круглые сутки сражается с нами. С нашим Духом. Первое, второе послание Коррежина, 5 глава, 17 стих. И так, кто во Христе, тут новое творение. Новое. Ну, знаете, в этом глиняном сосуде, апостол Павел пишет. Не просто хрупком, а способном еще и тянуть нас назад. Мы живем в зоне постоянного конфликта. Друзья, дорогие. Возрожденный человек входит в зону постоянного конфликта. Постоянного выбора. Постоянной заботы. Как сохранить одежду чистой. Так же, да? Вредили светлую одежду. Работая на заводе, я обменяясь в одежде была, как во всех, рабочих. С лицом. Я ходил, совершенно не заботясь. Обочью вернешься, обочью зацепишься. Потому что все так ходят. Потому что все такие. Потому что, ну, и темный костюм такой рабочий. И все там где-то зацепилось. Ну, и незаметно. Но когда в отпуске был, и выходишь, заходишь на завод в чистом, чтобы узнать, когда выходить на работу, какую смену, ты в чистом, приходишь, куда обнаруживаешь. Ты должен быть очень аккуратным. Потому что, проходя между этими двигателями, железяками, на которых есть грязь, ты вдруг зацепишься, в твое чистое станет грязным. Ну, это самые переживания многие. Чистое нужно беречь. И вот поэтому воспоминание о страдании нашего Господа Иисуса Христа и есть регулярность для того, чтобы наполнить цену. Потому что мы легко забываем, как дорого мы купили. И напомнить, что нужно бодрство. Поэтому мы возвещаем. Друзья дорогие. Второе послание Корейфиным, 5 глава, 30 стих. Апостол Павел пишет. Вот такая фраза одна, вставлена. И он рассуждает. Оставаться в округе, или, может быть, пускай Господь заберет скорее. Но вот такую фразу там, Духом Святым Вадиме написал. Только бы нам и отец не оказаться на гимне. То есть, если мы духовно считаем себя одетыми, чтобы не оказаться на гимне. Вчера брат, на Волгограде, в Волгограде, в Волгограде, завалил слово. И он сказал, что в тот момент, когда Адам и Ева даже не обращали внимания, что они нагрели. Но после непопадения они обратили внимание, что они нагрели. Потому что они заметили свой недостаток. И они попытались его закрыть. Как могли? Выбрали смуговные листья, сшили поясание. Им казалось, что теперь они, как прежде, незамерные. Но Бог видел их духовную наготу. И они сами чувствовали, что перед Богом они не могут встать. Что теперь, если раньше свободно общались с Волгой, то теперь, после того, когда была нарушена его заповедь, они не могут с ним встретиться. Им пришлось спрятаться. Их не спрятали одеяния. Им пришлось спрятаться. Друзья другие. Им нужна была потом жертва, чтобы одеть их в кожаные одежды. И чтобы они могли встретиться с Богом. Но она была жертва. Настолько наш разум не всегда понимает, насколько велика жертва Иисуса Христа. Мы бы никогда не смогли приблизиться к Нему, наслаждаться молитвой общением с Ним, иметь с Ним общение, любить Его, ожидать от Него встречи на небесах, и быть рядом с Анцем, там, на браке. Никогда мы не смогли, если бы не было жертвы, если бы не было угофы. Друзья дорогие. Но апостол Павел перед Коринфяном, жителем развращенного города, жителем города, в котором было много идолов, в котором был на высочайшем уровне разврат. Там были храмы, при которых были блудилищные дома. И верующие ходили, постоянно мимо этого. И верующие видели, и многие из них бывали там раньше, теперь оттуда вышли. Им нужно было сохранять чистым свое сердце. И он пишет, теперь не думайте, что вы бездумно можете взять хлеб, бездумно взять и новый пить, вспоминая жертву Ходста. Теперь испытывайте себя, будут последствия. Если вдруг вы не рассуждаете, если вдруг вы не нуждаетесь сегодня в этой крови, если вы участвуете, не сознавая, что вы в ней нуждаете, есть, будут последствия. Друзья дорогие, мы можем смело сказать, что кроме Иисуса Ходста не было чистым ни одного человека на земле. Мы можем смело сказать, что у каждого из нас есть недостатки, есть греховные какие-то корни, есть что-то греховное, что воюет, есть, что искушает нас. Я думаю, вы согласитесь с этим, если вы еще духовно живы и чувствуете, вода совесть говорит, вода совесть обличает, вода нам упоряет, вода, мы пытаемся ее, знаете, закрыть листьями, и поясание сделать, чтобы не видно было в нашей духовной награде. Она есть. Она есть у каждого. И вот приближаясь к этому, мы сегодня нуждаемся в этом Божьем одеянии. И для этого мы должны испытывать себя. И просто, есть три сферы, в которых мы должны, хотя бы в этих трех сферах, проверить себя. Я уже говорил об этом. Я сегодня хочу прочитать места Писания. И в первую очередь, первая сфера отношения с Богом, вторая сфера отношения с собою, третья сфера отношения с ближними. Вот мы должны проверить в этих трех сферах. Если бы мы были на небе, там одна была бы сфера. Но мы на земле. Мы есть мы. И мы сегодня осознаем себя. Личностью сознаем. Есть личность. Мы себя сознаем личностью. И мы должны внутри себя иметь порядок. Мы должны быть сегодня успокоены в Господе кровью Христа. Я должен знать, что в моем сердце сегодня мир. И мы читаем в Писании, что если сердце осуждает, то тем больше Бога осуждает. Мы должны иметь мир. И это не тот мир. Знаете, когда в прошлом году у меня сильно болел зуб, когда очень сильно я пил обезболивающее. И оно действовало, я забывал. Но потом проходило, проходило снова. Мне пришлось идти туда, где исцелили его. Сколько бы мы не принимали обезболивающего. Сколько бы мы сами себя не успокаивали. Однажды нам нужно вылечить наше сердце. И если единственное лекарство, ранами его вы исцелились. Единственное лекарство, которое исцеляет сердце, это кровь Иисуса Христа. Есть много в мире обезболивающих. Вы думаете, друзья, почему мир сегодня имеет так много сфер веселья. Нужен цирк, клубы различные, дискотеки. Чего только мир сегодня не придумал, чтобы, ну, каким-то образом, вы знаете, ну, ну, чтобы было веселее, когда душа болит. вы помните рассказ Парижа, когда знаменитому психиатру прошел человек, это еще в 19-м, в конце 19-го века было, прошел мой прием и говорит, у меня и так душа болит. Я местное нахожу, душа болит. Тут и так, и так, советы всякие. Он говорит, болит, душа. Огорь вспомнил. В нашем городе сейчас приехал цирк, и там такой плов, что и мертвым заставили засмеяться и развеселиться. Сходите. Пациент попустил в голову, говорит, доктор, проблема в том, что я, доктор Бога, это я. И болит сегодня моя душа. Друзья, друзья, ничто в мире, ничто в мире не стелит душу, кроме крови Христа. Абсолютно ничто. И мы должны иметь мир в своем сердце. И если мы дети Божьи, если мы люди новые, мы должны иметь мир с ближними. И не просто такой мир, что вся она подальше и будет спокойно на душе, а мир. Потому что мы в одном теле. Потому что мы на небе в одном теле будем. Мы Церковь Христова, мы Тело Христово. И это должен быть не фиктивный мир, а настоящий мир с ближними. Здесь можно, особенно в нашей церкви, можно на балкон сесть, можно с балкона пересесть, можно в одном углу сесть, можно в другом, можно не видеть, но если мира нет, ничто не спасет, мир должен быть. Вы думаете, просто красная фраза такая, когда мы совершаем проголомление, говорим, участвуйте, вернее, мир с Богом, мир с ближними. Это не просто для красного столбца, мы должны проверять себя. Мир с Богом, его можно иметь только тогда, когда у вас есть вера. Две сферы проверить нужно. Проверить свою веру. Об этом и Павел Залкоримфином испытывайте себя, верили вы. Испытывайте самих себя, верили вы. Я так, когда читал, думал, ну, что там испытывать? Я верующий. Я верующий очень давно. Но, верили вы? И Евреям 11, 6 написано, а без веры Богу угодить невозможно. Проверяем свою веру. Наша доверие Богу. наше упование на Бога, когда обстоятельства на нас не влияют. Иисуса Христа хотели сделать царем, остались во главе государства, но он не дался. Его обвиняли, его повесили, распялись среди разбойников, но он не стал разбойником в душе. Он оставался верным. Меня всегда утешает и укрепляет верность Божия. В любой ситуации он оставался верным. И даже веся на кресте взмолился отцов, прости им, его не знают, что делать. Он как был любовь, так и остался любовь, даже если это любого распято. Это очень часто любовь распянает. Но если она есть, она остается любовью. Я просил прости им, и вы не знаете, что делать. Друзья, дорогие, мы испытывая себя, давайте проверим, вот такой тест есть. Сейчас в мире много всяких тестов придумано и в медицине, и в науке, учебных заведениях, тесты на проверку. Вот такой тест любовь к Богу. Вера должна быть у нас, ее Бог испытывает сложными ситуациями, и любовь Бог испытывает. Матфея, 22 глава, 36 по 38 стих. Вот как должно быть. Я сейчас прочитаю, как должно быть. А как он на самом деле вы знаете. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, Господи Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Господи Господа. Как в браке. Самое главное любовь, не характер. Если любишь, все покрываешь, если любишь, все терпишь, потому что любовь долго терпит, всему веришь, абсолютно доверяешь, если любишь. Так он будет с Богом. Возбеги Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением. Вы можете проверить сегодня. Разум принадлежит Богу. Вчера молодежи я задавал вопрос, я отвечал на вопрос, я сказал, очень просто проверить себя. Когда пробуждается человек, он в первую думает о том, кого любит. Можете проверить. Если любишь, проснулся и любим уменьшишь. Если мы просыпаемся и сразу мысли об Иисусе Христе, сразу мысли про Слово Благодати, значит мы всем сердцем, всей душой, всем разумением мы там. Если проснулся и сразу мысли другом, а другого очень много. Одна дорога есть на небо, Водневский писал. Погибель сколько дорог? Тысячи дорог. Можно любить. В мире очень много что можно любить. На любовь, которая достойна. Это первое наиболее давайте проверим себя любовь Богу. И она выражается знаете еще в чем? Ее проверить можно. Если она есть. Если есть его Господу. Филиппийцы 3 глава 7-8 стих кажется настолько знакомые, но когда я в них вчитываюсь, я иногда вы знаете меня аж дрожь берет, а я готов так. Но что для меня было преимуществом то ради Христа. Я люблю его. Ради Христа я почем щитой да и все почитаю щитой ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего для него я всего отказался. Вот взять тест вот и проверка он и для него я всего отказался проверьте сегодня себя может быть покаяться может быть нет может быть мы не готовы может быть мы еще выбираем даже вместо земной жизнью и вечной тут часто постигают нас испытания когда заболели когда трудная болезнь когда неизлечимая болезнь что мы выбираем друзья в отношении как проверить любовь к Господу это наша любовь к этому миру мы живем в красивом мире когда гостей нашим знакомим с Запорожьем я всегда спрашиваю ну как красивый наш город там не показал красиво я некрасиво не показываю венерское не провожу друзья не хочется чтобы было красиво но я знаю что наш город очень греховный что в каждом доме столько греха в каждой квартире столько греха в каждом заведении столько обмана столько лжи столько разврата город покрасивый но в глазах Божьих вопрос поэтому апостол Иоанн писал первое послание Иоанна 2 глава 15 и 16 стих вот как проверить любим ли мы Господа не любите мира не того что в мире ибо кто любит мир там нет любви отчей там нет любви Бога ибо все что в мире Бог и Бог и Бог и отчей и гордость житейская не есть от отца но от мира всего просто тест кого мы любим друзья дорогие второе это наше отношение к себе себя нужно любить чего молчите нам нужно любить себя Христос говорил даже меряйте себя Иисус Христос сказал на новой проповеди вы помните Евангелет Матфея 7 12 стих и так во всем как хотите чтобы с вами поступали люди так и вы поступаете с ними да так поступаете вы с ними и вот на этом законы пророки Христос сказал не сказал что себя возненавите а людей любите просто любите людей как себя значит себя мы любим и себя мы должны любить сегодня брат Виталий говорил о ценности человеческой души друзья дорогие если бы в нашем собрании каждый понимал сегодня ценность человеческой души если бы каждый понимал что какой быт даст человек за душу свою если весь мир дашь душа все равно дороже для если бы каждый из нас сегодня понимал ценность своей человеческой души мы во многом по разному вели себя мы должны любить себя мы должны понимать настолько ценно моя душа она ценно ценность своей души. Мы должны понимать и мы должны любить свою подаренную Богом жизнь. Друзья, мы должны вложить от себя. Матфея 22, 39, там же продолжение. Я читаю. Вторая подобная ей возлюбить ближнего твоего, как самого себя. Себя-то любим и должны мы любить себя. Вы знаете, почему люди убивают друг друга? Потому что не ценят своей жизни. Написано, взявший меч от меча погибнет. Не ценят чужой жизни. Чужую жизнь не ценят, потому что не ценят своей. Могут обидеть, кого попало, потому что не ценят своей жизни, своей души. Потому что чтобы быть израненным, знаете, я читал толстую книгу философа еще до Христа. И вся книга посвящена тому, чтобы человек легко расставался с жизнью. Показать, насколько эта жизнь не имеет никакой цены. Настолько с ней запросто можно расстаться. Запросто на войне подставить себя стрелом, копью и так дальше. Почему? Потому что доказывал, что жизнь не стоит того, чтобы так цепляться за нее. Друзья, но жизнь наша очень дорога. Жизнь очень дорога. За нее Христос заплатил своей кровью. Бог Отец отдал Сына Своего за мою жизнь. За вашу жизнь. Отдал Сына, чтобы спасти нас. Потому что мы дороже всего золота мира. Какий проповедник меня в молодости читал проповедник 19 века. Меня поразило мысль. Он писал, душа последнего пьяницы дороже Богу, чем все золото мира. Богу, но не мне. А Богу дорого. Потому что Сын Божий умирал за грешников. Потому кровь была пролита на кресте. Потому что дорога душа человеческая. Мы должны понимать цену своей души. Друзья, в послании официанам 5 глава 28-29 стихи это для брака пишет Христос. То есть апостол Павел. Вот для хорошего отношения в семье он пишет надо знать цену своей души мужчины. И он пишет так должны мужья любить свои жены как свои тела. любящие свою жену любят самого себя. И Бог никто никогда не имел ненависти в своей плоти, но питает и греет ее, как из Господь церков. Себя нужно любить, нужно греть, нужно беречь. Если бы люди понимали ценность своей души, ни одна пачка, на которой написано курение убывая, не было бы куплено. Но читают и покупают не знают ценности своей драгоценной души, поэтому губят себя и все остальное вокруг себя. Друзья, другие, очень большая опасность в наше время быть самовлюбленным. 2 Тимофею 3 глава 1 и 2 стиха обратите внимание 2 Тимофею 3 глава 1 и 2 стиха что в последние дни наступят времена тяжкие. Мы начало 2 стиха так вот прочитаем. Ибо люди будут самолюбивы. Это будет самая первая трагедия последнего времени. Представителю служителю пишет Владимир Духом Святым апостол Павел Тимофеев значит, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы. Друзья, влюбленность в себя любить себя нужно. Но влюбленность в себя и только в себя рождает эгоизм и разрушает общество. Послание филипийцам 2 глава 19 по 22 стих. Друзья, на служение, на жизнь, на все влияет, когда мы заняты только собою. Только собою. Надеюсь, Господи Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы не я узнал ваши обстоятельства, утешиваться духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы истинно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известно, потому что он как отцы на отцу служил мне в главе ствола. Вот пишет о том, что нужно совершить некоторое дело, большое или маленькое, но нужны люди верные. И он пишет о Тимофее человеке верным. Друзья, вот эта строчка 21 стиха, она как копье пронизывает наше сердце, ибо все ищут своего, а не того, что угодно Господу Иисусу Христу. И когда мы идем к вечере, мы должны проверить, где вот этот поиск наш, готовность отдать себя на алтарь, Бог как Христос отдал. И нет готовности этой. Друзья, другие, все ищут своего. Мне так хочется сказать, Господи, только не я. Да? И вы так хотите? Вы хотите сказать сегодня, только не я? Все ищут своего, но только не я. Все ищут своего. И найти верного человека сегодня очень трудно. Вчера позвонила сестра, жена служителя нашей области. Небольшая церковь. Тот брат уехал в Америку, тот еще куда-то. Проповедовал пресс-фитер. Вот он заболел, потерял слух, с трудом передвигается. Теперь завтра собрание. Наш мир могут вести собрание. Плюс вчера их церковь порвали. И нас такими слезами просила, сделайте что-нибудь. Что мы братьям мало послать? Мало машин. Мы с Эдуардом Петровичем вчера вечером целых полтора часа искали кого послать туда на служение. А сегодня была машина была готовность подчиниться. Потому что все ищут своего. У того день рождения, у того дочь заедет гости, надо попить чай вместе, то еще что-то. Друзья, это очень сложно. Мы никого не судим. Но друзья дорогие, как трудно сказать, как сказал Исаия после того, когда уголь качнулся его уст. И Бог сказал, кто пойдет для нас. И тогда он говорит, вот я, пошли меня. Проблема в том, что все ищут своего, а не того, что угодно Господу и Иисусу Христу. Мы никого не судим. Поэтому друзья, так важно сегодня проверить сердце свое, чтобы был порядок. если бы сказали брат, ты завтра едешь. Все достаточно. Просветитель сказал. Просветитель сказал, а не, а кто такой Просветитель? А он такой, как и мы. Пришли к Моисею, а ты что один? А мы не такие 250, помните? Или еще вместо подчеты восхудили это дело? А мы чем хуже? А что такое ты? Кто такой Просветитель у нас? Братья и сестры, достаточного Бог сказал и поехал. Но все ищут своего, а не того, что угодно Господу и Иисусу Христу. И третья сфера, где мы должны проверить себя, это наши отношения с ближними. Это очень серьезная сфера. там же Матфея 22-39 мы читали возлюбить ближнего твоего как самого себя. Вот так и возлюбить ближнего твоего. Кто ближний? Это не только в скамейке, это одноцерковь, в одном теле, в одном списке хотя бы. Это в одной семье. Это тот, кто рядом уши сбит, как самарянин, но он на моей дороге попался. Возлюбить ближнего как самого себя. Евреям 1 Иоанна послание. 2 глава 9 по 11 стих мы читаем, а потом 14. 2 1 Иоанна 2 глава 9 по 11 и потом 14. Кто говорит, что он во свете и думает, что я сегодня свободно могу участвовать в вечеринке без покаяния, без смирения. Мы все должны участвовать. Мы все обязаны участвовать, но мы должны рассудить в себе то, что у нас не так. Друзья дорогие, кто говорит, что он во свете, это другое не во свете, я во свете. А ненавидит брата своего, тот еще помолите, во тьме. просто ненавидит, просто не хочет знать, видеть и слышать. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем сорта. знал. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма воскрепила ему глаза. И 14 стих. Я написал вам отцы. В этой главе. Извините, 3 глава 14 стих. Я сказал, там же, это 3 глава 14 стих. Мы знаем, что мы перешли смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. И больше даже, в этой же 3 главе, с 10 по 11 стих, 10 и 11, сейчас, 27. Дети божьи, дети дьявола узнаются так, всякие, не делающие правды, не ездят Бога, то есть поступающие неправильно, равно не любящие брата своего. Ибо таково благоествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. И 14 стих мы читали. Любили друг друга. Друзья дорогие, любовь, это сегодня для нас 15 по 18 стих здесь же написано в этой главе 3 с 15 по 18 всякий ненавидящий брата своего есть человеко убийца. Он сидит в кадре пожизненного заключения. Всякий ненавидящий брата своего есть человеко убийца. А вы знаете, что никакой человеко убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали в том, что он положил за нас душу свою и мы должны полагать души своей за братья. А кто любит достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том, любовь божьи. Дети мои, станем любить не словом и языком, но делом и истиной. Станем любить делом и истиной. Вы замечали, как легко когда-то в начале перестройки сказали, что там церковь голодная сидит. Я помню, мы собрали с вами по щитам, снесли крупы всего, мы потом отправляли поездом этот груз в ту церковь. И меня это радовало. Это мы готовы откликаться на подвиги, на большие дела, но мы не готовы видеть в человеке нужду рядом. Не готовы я почему приветствую друг друга, смотрите в глаза друг. Может в эти глаза сегодня нуждаются просто в буханке хлеба. смотрите в глаза друг другу. Один фотокорреспондент в Африке сфотографировал, как умирала девочка под голодом. Прилетел гриф, птица большая, которая умирающая съедает. И клевал эту девочку еще живую. Фотограф сфотографировал, получил огромную премию за эту фотографию. В пустыне умирающую девочку клевят птица. Он получил большие деньги. Но потом кто-то нашелся, кто позвонил в издательство, спросил, а что он сделал этой девочке? А ничего. А ничего. И когда дошло до этого господита, когда все грушились, а что ты ее не спас? Что ты не нагнал эту птицу? Почему ты не накормил эту девочку? Я не помню, кажется, или с ума сошел, покончил жизнь самоубийством, не выдержал. Я задаю сейчас, вот метлом информация пролетела для меня. Друзья дорогие, а вот умение то, что рядом, заметить, узнать, помочь, поинтересоваться, увидеть, это и есть любовь. Проверим сегодня себя, наши самоотношения. Проверим, потому что мы можем, знаете, очень большая тема, проверить свои ближние. Это притча 14 глава, 1 стиха, то Псалом 14 глава, 1 стиха, Псалом 14, 14 стиха, 1 стиха. А там написано, кто может быть на святой горе Божьей. И там есть такая строчка, не принимающие поношения на ближнего своего. А вы замечали, как поношения хорошо слушают? Как они принимаются хорошо? Кажется, говорить больше не о чем просили, чай попить вместе. Только разобрать косточки чьи-то. Но не принимающие поношения на ближнего, а тот может быть на той горе. Притча 14 глава, 21 стих говорит о том, что мы не должны никого презирать. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен. Кто презирает ближнего, презирает. Или из-за бедности, или может быть из-за падения, или еще за чего-то презирает, тот грешит. грешит, 25 глава, 18 стих написано, что молот и меч и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Ложное свидетельство. Это проверка себя и это взято. Матфея, 7 глава, первая, Нагорная пробка, первые 7 стихов. Иван говорит, Матфея, 7 глава, первые пять стихов, 7 глава, Иван говорит, Матфея, не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким судимы будете. Будете судимы, какой меры мерить, и такой вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или, как скажет брату твоему, дай выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вырут сучок из глаза брата твоего. Друзья, достаточно, да? Можно дальше проверять и стихи другие. сегодня Господь предлагает мир. Римлянам 5 глава 1 стих. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Это испытывает себя человек. Мир с Богом, мир с собою и мир с ближними. можно прикрыться листьями смоковницы и выглядеть почти одетым. Можно даже не подавать виду, что ты носишь камень в душе. Можно очень многое скрыть. Друзья, но есть тот, от которого ничего мы не скроем. Поэтому сегодня просто нужно сказать Господи, гости. И мы встанем для молитвы. если сегодня есть кто хочет покаяться, помолитесь коротко. Проповедовать не нужно, я так сказал прости. Просто скажите прости. Если вы видите, что вы нуждаетесь в этом. Дорогой Господин Я привет Господин Я прошу при обращении за то, что я долг и сказал я тоже могу сказать что я не знаю что его на тупик но я только сажала еще Господь проси меня проси за моих старых движениях за телек сестра вас проси три минуты сердце чистое и чистую любви с тобой Аминь 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 Служдая покаяться перед Господом Я буду молиться друзья если у вас сердце есть вы заметили какое-то пятно которое нужно сегодня очистить алион просто судить Христос взял на себя суд мы прощены но мы должны если вы судили сами себя то не были судимы скажите в сердце своем скажите Господу и мы будем все участвовать сегодня в печере Господня кто наша 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 способность вести себя среди других и выглядели иногда радостными она не скрывает то что делается в нашем сердце помоги каждому из нас помилуй нас и Духом Святым восвяти каждый волочек сердца помоги каждому сегодня только на свое сердце смотреть чтобы вправе быть участвовать в вечере Господней помоги Господь нам смотреть а только в свое сердце и на голову тебе слава Отец Сын и Дух Святой Аминь Аминь Пусть вместе споем пес под номером 421 Знаешь ли ручей что бежит в церкви тактик умер Христос Будем петь первый и второй куплен Знаешь ли ручей что бежит как в церкви не умер Христос Знаешь ли того кто дарит бы в воду под страдали и слез Хоть как бур-бур-глев мой благослов, Хоть вина горы тяжелый, Трон Христа свекает с рулем, И я сделан снегом вели. А забытый вечный отцом Род свою Христос проливал, На кресте стеновым лицом Белокрасно у вас страдал. Хоть как бур-бур-глев мой благослов, Хоть вина горы тяжелый, Трон Христа свекает с рулем, И я сделан снегом вели. Мы на Креоправлении всегда читаем «Тело мое за вас ломимое, Сие творите мое воспоминание, Так же и чашу после вечеря И сказал, сие чаша Есть новый завет в моей крови, Сие творите, когда только будете пить Мое воспоминание. Ибо всякий раз, Когда вы едите хлеб сей И пьете чашу сию, Смерть Господне возбещаете, Доколе Он придет». И мы сейчас совершим молитву на свеку. Дорогой Господь Иисус Христос, Мы благодарим Тебя за ту огромную жертву, Которую Ты сделал за нас. Ты через Свою смерть дал нам спасение, Он дал нам вечную жизнь. Господи, мы иногда даже недооцениваем, Недооцениваем того дара, Который Ты сделал для нас. Помоги нам, Господи, ценить сегодня. Ценить всегда ту цену, Которую Ты заплатил за нас. И никогда не забывать всего того, Что Ты сделал для нас. И дай нам принимать этот хлеб И вспоминать Твои страдания сегодня. Аминь. Аминь. Продесет и принимать, Потом будут те, кто имеется на это право, Члены Церкви, Успытывающие себя, Как мы говорили сегодня, И мир поверит свой. Подкручены на замечание девчата. Аминь. 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 Класс. Аминь. 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 Все тело сам, что за любовь мою не дай, И что я твой все тело сам. Братья и сестры, никого не обошли, кто намерно участвовали. Братья и сестры. 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 ПЕСНЯ 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 Один из таких текстов мы сейчас прочитаем, это послание Колосинам. Послание Колосинам, первая глава, мы будем читать с 12 стиха по 14. Послание Колосинам, первая глава с 12 стиха. Этот стих, этот отрывок, который сейчас мы прочитаем, он стоит в контексте призывов Божьего Слова поступать достойно Бога. А как поступать достойно Бога? Призываются христиане, это угождать Ему, это приносить плод, это возрастать по знанию Бога, это укрепляться силой и это благодарить Бога. Вот на это мы как раз и обращаем внимание. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы, ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Мы уже сегодня слышали этот текст, вначале брат Виталий читал, в частности этот текст тоже. Но я наше внимание сейчас хотел направить в русло благодарения Бога. За что мы благодарим Бога? За что сейчас будем Его благодарить, братья и сестры? Есть несколько причин. Первое, 12 стих, призвавшего нас к участию, к наследию. Бог призвал нас, Он сделал нас частью Его наследников. У нас есть наследие, причем святых во свете написано. Во свете, в Священном Писании свет ассоциируется всегда со святостью Божьей, с славой Божьей. Свет ассоциируется с местом Божьего присутствия. Братья и сестры, Господь нас призвал разделить это наследие там, где Он, место Его присутствия, место Его обитания, место там, где искуплены дети Божьи. Вот за это мы будем благодарить Бога, за то, чтобы мы стали причастниками наследия. Во-вторых, избавившего нас от власти тьмы, это 13 стих, Господь нас избавил от власти тьмы. Сами мы не могли себя избавить. Мы в начале служения об этом уже слышали, кстати. Человек, он только живет в зависимости от греха. И как бы он ни хотел, он не может. Он просто не в состоянии избавить самого себя от власти тьмы. Но то, что сделал Господь, братья и сестры, с нами, Он избавил. Вот тогда, когда мы понуждались Нем, тогда, когда мы возвали в молитве и покаянии, Господь избавил нас от власти тьмы. Ну и что дальше? И были последствия этого. Господь, избавляя от одного, Он дает что-то другое. Избавил от власти тьмы. Избавил от греховной жизни. Избавил от зависимости от греха. Господь ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Это в третьем. Он ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Он поместил нас в это царство. Царство Божие. Как показывает нам Священное Писание. Мы стали участниками. Мы подпали под благословение этого царства. Но при чем? Господь ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Но мы также читаем о том, что есть определенные привилегии быть участниками этого царства. И как мы прочитали в 14 стихе. Да, это царство возлюбленного Сына, то есть Иисуса Христа, в Котором мы имеем искупление кровью Его. Мы искуплены. Плата заплачено. То, что сегодня мы вспоминаем. Страдание и смерть Христову. Вот это была цена нашего искупления. Целью было это наше спасение. Целью было это нас избавить от власти тьмы. Это сделать нас участниками Божьих наследников. Но плата, но цена, это страдание, это смерть Иисуса Христа. Вот поэтому мы имеем искупление в Нем, кровью Его и прощение грехов. И прощение грехов. Это великое привилегие быть искупленными кровью Иисуса Христа и иметь прощение грехов. Потому что если бы не Иисус Христос, если бы не Его смерть искупительная, то мы так выходили сейчас с тяжестью грехов. И не было бы никакого другого способа, как нам избавиться от этих грехов. Но то, что сделал Бог, мы уже обратили на это внимание. Но за что сейчас мы будем благодарить Его? Будем благодарить за то, что Он призвал нас участию в наследии святых. Там, во свете, место Его присутствия, в небесах. Вот это духовная сфера. Во-вторых, будем благодарить Бога за то, что Он избавил нас от власти тьмы. В-третьих, будем благодарить Бога за то, что Он вел нас в царство нашего Господа Иисуса Христа. И последнее. Будем понимать, братья и сестры, нашу ответственность. Господь со своей стороны сделал все зависящее от Него, чтобы спасти нас. Но вот теперь мы, как спасенные дети Божьи, живя на этой земле, мы призваны к тому, чтобы соответствовать нашему призванию. Понимать нашу ответственность перед Богом – это жить, как искупленные и спасенные дети Божьи. Аминь. Мы молимся. Наш Отец Небесный поучаствовал в вечере и заканчивая это служение утреннее. Мы, Господи, благодарны Тебе за Твои деяния. Мы благодарны Тебе за то, что Ты призвал нас к участию в наследии святых во свете. Мы благодарны Тебе за то, что Ты избавил нас от царства тьмы. Мы благодарны Тебе за то, что Ты ввел нас в царство возлюбленного Сына Твоего. Мы, Господи, благодарны Тебе за это. И помоги нам осознавать нашу ответственность – это жить свято. Это жить, как искупленные дети Твои. Жить для славы Твоей. Благослови нас в этом, Господи, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Присаживайтесь. Сейчас будет спорта в работе, потеряя и пожертвования. Продолжение следует...